Мы попали на день рождения. Весёлая суета приготовления, приятные запахи, ощущение, будто оказался не в госучреждении, а в уютном доме, где ожидают гостей. Героиня праздника Галина Григорьевна заметно волновалась, но это только придало изюминку её цветущему виду. Я 80 лет отмечала здесь. Мне очень понравилось. Очень хорошо ко мне отнеслись. Такие слова хорошие говорили. И вообще всё было весело и красиво. И хороводы водили, и частушки пели люди. Атмосфера тепла и доброты притягивает в это место людей, как сами о себе говорят подопечные центры мудрого возраста. Считаю, что это настолько великое дело, настолько кто-то умно придумал это. Это отдушина. Такая отдушина для многих людей. Весело справляем дни рождения. Дома так не справишь. Мы такие. Вот у нас придётся сейчас Вася, гармонист. Песни такие поём все, пляшем, танцуем. Ну, дома так не справишь. Мы очень довольны. Галину Григорьевну поздравили от души. Цветы, тёплые слова, подарки. Всё это дорогого стоит. Но самый лучший подарок – песня. Баянист Василий Филипенко давно работает в Вере и знает. Пожилые люди любят песни душевные, напевные. В каждом отделении свои солисты. Белая роза свидания. Красная роза любви. Родная роза от руки. Я убираю статки. Особую радость доставило выступление Юры Послыхалина, внука-именинницы. Юному музыканту повезло. Он играл для самой благодарной публики. Центр «Вера» делает огромную работу. Ежемесячно его посещает порядка 20 человек. Плюс дважды в месяц по 14 человек пребывания с питанием. За это время пенсионеры успевают сдружиться, поделиться новостями, просто выговориться друг другу. Ведь у многих такой возможности, сидя в четырёх стенах дома, нет. К нам приходят люди для того, чтобы дефицит общения ликвидировать. Потому что старым людям не хватает ни еды, а вот именно дефицит общения. Помимо их, конечно, здоровья, которое немножечко подрошаталось, да, им не с кем поговорить, некому рассказать, не с кем обсудить новости. Они же любят это всё. Вот они сюда приходят и именно свой досуг они проводят здесь. В центре и накормят, и обогреют, и развлекут. Трудотерапия – один из главных составляющих пребывания в отделении. Маргарита Васильевна Завируха несколько лет приходит в центр. Особенно любит мастер-классы, где можно чему-то научиться. Или, как на этот раз, научить самой других своему мастерству. Я пошла на пенсию, я творчеством не занималась. Работа, дом, семья отнимали буквально всё время. А теперь появилась масса свободного времени. Ну, самое любимое занятие у меня почему-то, или на сегодня, поскольку нас не так давно учили, это занятие с бисером. Занятие несложное, на мой взгляд. Конечно, требует терпения. Весенние цветы, которые изготавливали на мастер-классе, пополнят выставку, в которой собраны работы здешних мастериц и лишний раз докажут – творчеству покорны все возрасты. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.